вот так да вот так из небытья из джунглей как мой дадыр из маминой спальни выбрать но вдруг из маминой спальни и кривоногий хромой помнишь вот а вот а здесь у нас совсем совсем не совсем не кривоногая потрясающая пирамида выступает посмотри насколько все засыпано даже по периметру они сейчас выше укрепляет дорожку насыпь делают но они вместо того чтобы раскопать реально вместо того что да они засыпают мост его чем реставрировать проще его вообще убрать чтобы его никто не видел это похоже даже не мост это а мы там остров к порву это жиров это ров а не просто засыпает мост потому что так считается проще будешь сидеть целый день да 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 но заставит как будто они все-таки нет как те крестьяне которые свободные от ум помирания от малярии и лихорадок денгеи выращивание риса в изнаряющих условиях строили вот это по настроению они же не такие мы подошли к огромной пирамиде реально огромная пирамида платформа просто ну жуть какая платформа я думаю что платформа вообще нету если учесть что вот сравни ну да верхняя какая платформа и здесь то есть тут еще минимум надо вот столько вот откапывать копать и копать я предлагаю все таки с большого периметра как мы это делаем они не а зачем зачем то есть уходит понимаешь уходят ступеньки туда вниз и пусть дальше уходит они докопали до очередной следующей ступеньки декор там какой-то не не слышали вот то что ступеньки не какущие а ну и ты же видишь что с мостом делают и только что убедился очень качественно лично сколько почему такой качественно здесь в минимальной эрозии у нас лотерит потому что до грунт и грунт и потому что все это полностью был засыпано сколько всего на пире на чем она стоит такая громадина даже представить страшно на может быть и скальные но тут скалы даже намека на нее не вы под скалой еще сколько должно быть метров это ты знаешь при считается с прессованным грунтом но я считаю что это нарочно как-то укрепили или утрамбовали потому что она даже похоже не размывается в дождь или только-только сейчас размывается вот прямо сейчас ну имеется ввиду когда уже раскопали зачем откапывать и деревья ты ставь все это вообще про то есть этого реально просто все было заросшие деревья вон основание но это ну или дорога или платформа или что угодно макс тут может быть потому что она живет выходит в ход или что это такое это платформа ярус я не удивлюсь я не удивлюсь периметр похож согласен периметр похож что это еще ярус и мосток идет именно вот к этой части очень странно ну у нее вообще мне как мне вообще кажется что ты эти пирамиды они все-таки как таки как кокер семиярусные должно быть у них или верхушки вообще разобраны или там не достроен но это вообще мега тетрис какой-то яруска значительно больше каждый ярус больше шире макс подойди пожалуйста к углу чтобы просто показать зрителям насколько это вообще пропорционально человеку ну честно а громадина макс два метра сколько там наверху вы даже ребят представить не можете сейчас подальше приближе чтобы вот было было более понятно на громадина правда спасибо пойдем дальше опять четыре входа но вот тут тоже же что-то все разбито и блоки валяются fish и перебитые камни вот этот блок он живут с угла он же всяко торчит не а что тут за следы мощи реставраторы но он слишком старый да он не откопанный да я не я понимаю что он в камнях у его не до сбитые углы старый подожди но это следы пилы вот они против сейчас я осторожней да и так хорошо кем надо быть чтобы вот этого не увидеть блок старый я очень сомневаюсь что тот для прикола тут его сделал он он отколотый вот эти то все равно это таких следов и на современных блоках но некий другие ну ну да то что следы так вот вот они правда старые они же следы его розе испорчены не но он по всему похож самое главное что он здесь вот в этой дороге кто эту дорогу точно никто нарочно не в минал ну да его не вытащишь и ну и соседние камни тоже этот все лотерит его розе и ну я подобного вообще не встречал ну да в одно это в одном ладно оставлю на откуп то есть есть некоторые сомнения но к вопросу но но он правда в копано здесь да здесь здесь спрессовано это это именно спрессована и вот периметр очередной гапура 4 этих гапуры по периметр у нас идет да но если уж их так называют эти церемониальные входы подвиж куда она уходит ступеньку пришлось подложить ступени опять никакущие не все-таки это блок реставраторов вон он след ну вон наверху след блок реставраторов вот этот вот бог не этот все-таки ну ладно мы обозначь к тому что нужно быть внимательным то есть я я знаю там какого-нибудь не буду даже называть кого но кто тотчас кашло видите следы двц табуретка со следами двц и все да нет это про другой не табуретку я сейчас про другую говорю вот кто точно разбирается в этом вообще не будет вопросе ну вот это не этот первоначальный но тут же что-то стояло видно же что тут вообще установка была другая и что они вообще ступени вот смотри макс какой прикол получается ты получается ты устанавливаешь а потом ты должен сбивать примитивным зубьем вот так вот ступени что ли вот туда и туда то есть ты убираешь там 15 10 иногда сантиметр даже 5 сантиметров убирать это же очень много особенности руки твои это делать руками к вопросу там к откуда они инструменты какой хороший инструмент должен быть сколько его должно быть этого инструмента постыки остались в основании совершенно нулевые вообще не поплыла макс она даже не поехала ни на сколько опять замки шикарные если налево смотреть там видно что ее там в каком-то участке может быть чуть-чуть просела совсем там это несколько сантиметров на такие расстояния это вообще гарантия у нее уже гарантия закончилась ну сколько можно и когда я все-таки считаю что это сооружение более древние чем нам их обозначают то снят этот уровень вот уже четко мы отсечем теперь что подобное все ну толь покрытие какой-то супер крутой было видно что она даже если покрытие все равно толщиной там сантиметра не толстая какое-то покрытие на его убрать и тут надо полагать вот она тоже поэтому и переделки у нас такие при странные есть хорошо что снимали снимали все снимали и потом ступени перебивали как попало хорошо что вот видны реставрации ну потому что введешь в заблуждение нет ничего хуже меня самое сказать еще не то и пусть меня спорят это хорошо когда эту сну взвешено но ввести в заблуждение с доказать доказательная ведь знаешь многие альтернативщики они несут совершенную чушь я вот но они так доказательно эту чушь несут и люди начинают верить в что угодно так начать через центр пойдем пойдем через центральные то мы ходим вокруг доку да потому что все опять непонятно вот это тут просто уровень был поэтому здесь все сбито-перебито рядом стеночка вообще ровно кто выравнивал стенку в чем проблема была выровнять вот эту в том числе тоже зачем ее отлично даже заменяли потом реставрировали как будто нет юристом раторе дырки забивайте камушки забивали кто-то потом уже кривенько пытается заменять реставрировать а дырки до дыхмой дырки не только в декоре мы и на стыках с тобой видели что они ну опять же как вот пор позднее декор тоже мог быть нанесен на горе здесь связи прямой у нас нет вот то что часть дырок вчера но это были какие-то специфические места крепления вот опять порог на самом деле порог будет тебе сразу большой вот не тот как переделанный под нас а тут сразу он резко меняется по высоте я очень сомневаюсь что люди которые могли построить или кто-то мог построить пирамиды вот эти не мог рассчитать высоту ступенек на в одной гапуре и всех сделать криворазными давай поднимайся а макс а тут вообще же и и сбили ее же сделали ступеньку вот же она была они вообще сбивали она же была вот и вот эта линия блока была то есть тут вообще ступень то было грома и так и тут было тоже самое ступень вот она выходила иная это все вообще все перед по ступеням все понятно что их переделывают криво под людей когда приходят люди ну как ну как ты можешь это строить строить такое еще смотри здесь вообще приковано приколе с этой стороны декор выбран дальше ничего нет то есть тут потому что здесь заранее к или она в том внутри даже есть пальцы потрогай туда обязательно залезь просто туда дальше что там декор продолжается то есть зачем тебе ну ладно тебе декор вот с этой стороны в дидиме у нас тоже элементы неудобные где не подлезешь заранее были сделаны остальное потом добавляли но зачем тебе внутри там даже делать это просто сверх возможности то есть там никто не видит а ты делаешь внутри декор которого нет а дальше посмотри какие грани они радикально отличаются по качеству против того что ерунды которые мы вчера и и вчера и позавчера они действительно были ни о чем а ты тут смотри опять в чем делаешь ровно чтобы потом сделать что ли прикриво косо как как попало каким ты должен быть уверенным человеком чтобы наносить этот декор везде и быть уверенным что ты его не сломаешь насколько надо быть вообще реально вот себе уверенно этот вот шутя супер какие технологии и они симметричны они здесь они по граням они несмотря на их даже время не тронуло эти колонны качество колонны великолепные youtube канал забудут и руины добавляйтесь друзья потому что мы только только начали а будет еще невероятно много всего интересного а мы не знаем дело в том что дело в том что он вещь какой корявенький то есть тут есть этапы когда люди ее осваивали она официально у нас не достроена понимаешь вот это то ведь я реально сбивалась все попало а мы видим сразу крутой результат ну то есть мы много видели с тобой результата я думаю что вот этот декор как раз прорезал как раз старичин да и вот это все засып вот это все глина вот это грязище доверху это все его засып а вот по этим вот надписям вот-вот до сих лишь такой рука достала человека вот до сих на тут написали все вот по этим надписям у нас делалось описалась история региона ну ты можешь выше вот а кто-то не мог выше малюсенькие комнатушки вообще запрыгал телефон смотри какие стыки так ладно слишком много интересного в одной серии до встречи в следующей